МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо за помощь, Лолита. Не за что. У меня полно свободного времени. Ты хотя бы проводишь его с пользой. Я не возражаю. Последнее время мне даже нравится поведение Диего. Что? В это жестокое время, когда сражаться с армией под силой одному только Зора, мне приятно видеть людей, которые способны отдыхать и получать от жизни удовольствие. Ну да. А-а-а-а. А-а-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я отправляюсь в штаб Займись бухгалтерскими книгами Хорошо, сеньор Куда это вы направляетесь? Стойте! Стойте или будем стрелять? Займись бухгалтерскими книгами Я не могу справляться здесь! Вы должны мне помочь! Понятно? Вы! Именно вы! Но нас это совершенно не касается! Что? Не понимаю, что вас так это удивляет! Вы ведь не раз присваивали себе средства компании! А значит, вы не просто некомпетентны, вы еще и предатель! Я сожалею капитал! Я сожалею капитал! Но вы должны понимать, что это только ваше дело! Мы не имеем к этому никакого отношения! Я предполагал, что вы скажете что-то в этом роде! Вы как крысы, бегущие из тонучего корабля! Меня от вас воротит! Ваши планы о том, чтобы стать генерал-губернатором, используя ворованные деньги, описаны в моей тайной счетной книге! Этот человек ищет именно ее! Значит, мы с вами в одной лодке! Мне пришлось заплатить большие деньги, чтобы получить эту информацию! Ах ты! Ха-ха-ха-ха-ха! Говорил, что вы можете купить и продать что угодно, капитал! Жаль будет, если столь ценный союзник будет гнить в тюрьме Испании! Куда лучше иметь вас здесь, под рукой, что вы на это скажете? Тайная книга! Помогите, да помочь кто-нибудь! Вашу счетную книгу украли! Что? Сейчас же выставьте оцепление! Есть, сеньор! А если мы убьем его, тогда в главное управление мы сообщим, что это сделал Зорро! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты забрал тайную счетную книгу капитала из южноиндийской торговой компании. Я хотел бы, чтобы ты отдал ее мне. Тебя это не касается. Нет, касается. В этой книге написано, что капитал со своими сообщниками отнимали деньги у бедняков. Это правда. Нужно, чтобы эту книгу увидели все в интересах народа. Прошу вас, отдайте ее мне. Предоставь капитала нам, мы о нем позаботимся. Этого недостаточно. В таком случае... Стой на месте, Бернард. Назора! Стой, где стоишь. Он слишком силен. Что за неподходящая ночь, чтобы искать бандитов и воров? Ну что, Гонсалес, вы их еще не нашли? Пока нет, сеньор. А вам не кажется, что сейчас поздновато, чтобы искать какую-то счетную книгу, сеньор? Что? Лейтенант, послушайте. Что? Безполезно пытаться справиться со мной. Нас научили уничтожать всякого, кто станет у нас на пути. Ага. Ха! Зоро! Ванан! О, нет. Диего! Диего! Бросьте их прекратить огонь! Сейчас мы не можем тратить время на Зоро. Мы должны заняться тем другим. Но похоже, что Зоро тяжело ранен, лейтенант. Гонсалес! Да, сеньор? Хотел бы я знать, что тут происходит. Как ты, Диего? О, нет. Он слишком тяжелый, мне его не донести. О, маленький Зоро? Бернард! Он приходит в себя. Я зашила его раны и обработала их мазью, которую меня научила делать моя бабушка. С ним будет все в порядке. Лолита. Бернард, что... Что произошло с ним? Я не знаю. Солдаты искали его всю ночь, но так и не нашли. Ты удивлена, Лолита. Я даже разговаривать с тобой не хочу, Диего. Ты ничего мне не рассказывал. Лолита. Ладно, все в порядке. Я просто пошутила. Хотя есть доля правды. Я рада, что ты такой, каким я хотела видеть тебя. Мне всегда было тяжело думать, что Диего, какого я знала, оказался трусом. Лолита. Думаю, мне стоит прогуляться. Лолита, ты должна обещать мне забыть все, что ты видела сегодня. Все должно быть как прежде, как будто ты ничего обо мне не знаешь. Тебя могут казнить за то, что ты знала, кто Зора на самом деле и не сообщил об этом. Не говори глупости, Диего. Ты ведь Зора. Ведь ты стал Зорой для того, чтобы бороться с тиранией, верно? Да? Сюда едет Гонсалес со своими людьми. Что нам делать? Мы не можем нести Диего в таком состоянии. Как там в Йенто? По-моему, нам пора возвращаться, сержант. Молчать! Они всегда говорили, поймать Зора, поймать Зора. На этот раз они велели оставить его в покое. Не могу этого понять. Хорошо бы им наконец определиться, должны мы его ловить или нет. Благодаря лейтенанту Габриэлю я всю ночь не вылезал из седла. Да, больно, между прочим. Ну же, Гонсалес, отправляйся домой. Давай-ка немного передохнем здесь. Текло. Сержант, что вы делаете? Что мы делаем? Мы собираемся выспаться, понял? О, Господи. Мне жаль, сеньор. Мы искали его повсюду, но нам так и не удалось его найти. Не беспокойтесь, лейтенант Габриэль. Что? Ему самому нипочем не прочитать мою счетную книгу. Для этого нужно знать шифр. Какой еще шифр? Дорел. Сеньор, вот ключ к шифру. Это он? Дорел настолько слаб и беспомощен, что ему в голову не придет предать меня. Он идеальный человек, которому я могу доверять свою тайну. Поэтому мы с вами будем беречь сеньора Дорелла, как зеницу ока. И еще кое-что. Даже армия, может быть, не под силу справиться с человеком, который не уловим, словно тень. Поэтому вам, возможно, придется провести эту ночь на море. Свежий воздух пойдет вам на пользу. Что? Оу. А я подготовлю судно, сеньор. Итак, мистер Дорелл, вам придется проявить отвагу. Здоровику нипочем не пробраться на судно, я в этом уверен. Так что он не отрежет вам руку. Я останусь без руки. Вот вы где, сержант, я вас искал. У меня к вам поручение. Вы должны немедленно возвратиться в штаб. Там вы получите приказ сопровождать важных персон в порт. Опять все изменилось. Меня это не удивляет. Интересно, что за важные персоны. Ну что ж, едем, сержант? Хорошо, едем, едем. Что это за важные персоны? И зачем везут их в порт? Это, наверное, капитал. Если то, что Бернард подслушал в штабе, правда, то капиталу грозит большая опасность. Я не могу оставаться здесь. Я должен идти. Лежи спокойно, Диего. Но... Предоставь это мне, у меня есть идея. Не беспокойся, я обо всем позабочусь. Отряд, слушай команду, зарядить ружья. Так, мы будем сопровождать сеньора Капитала в порт. Угу. Не нужно беспокоиться, Доро. Он не осмелится напасть, когда нас охраняет столько солдат. Нужно быть полным идиотом, чтобы решиться на это. Не могу поверить, что он один из них. Он слишком честен. Бедный Джекил. Они послали служить его так далеко от дома. Угу. Угу. Вот они. Мы так торопились, что это единственное судно, которое мне удалось подготовить для нас. Я со своими людьми отвечаю за вашу безопасность. Хорошо. Стойте! Задержите корабль! А-а-а! Капитан Джекил, что вы делаете, сеньор? Я получил информацию о том, что на этом корабле прячется Зоро. И я намерен его обыскать. Смотрите там. А-а-а! Что такое? А-а-а! А-а-а! Скорее за ним! Как весело! Я старался не подпускать Джекила к этому кораблю, чтобы он не помешал нашим планам. Что же с нами будет? Мы отправляемся в море. А-а-а! А-а-а! За ним! Не дайте ему уйти! Простите, сеньорита Лолита, вы не видели Зоро? Зоро? Да, он побежал туда. Простите, но вы так спокойно об этом говорите. В другой ситуации вы постарались бы это скрыть. Зоро поскакал туда, все за мной! Что вы себе позволяете? Заткнитесь и сидите там. Я займусь вами немного попозже, когда рассчитаюсь с маленьким Зоро. Ты предал нас. Мы не можем вас отпустить. Вы знаете, слишком много. Мы собрались убить вас в море, но, похоже, обстоятельства изменились. М? Где он? О, нет. Это он! Маленький Зоро! Маленький Зоро! Маленький Зоро! Маленький Зоро! Маленький Зоро! КОНЕЦ Это девчонка, ты не настоящий Зорро. Кто ты? Вы правы, но что из того? Да нет ничего. Ну и что вы собираетесь с нами сделать? Зачем вы помогли нам? Мы заставим вас признаться в своих преступлениях перед людьми. Вы расскажете обо всем, что натворили, и назовете имя командира Раймонда. Это единственный способ, которым мы можем спасти свою жизнь. Что бы вы о нас не думали, мы не убийцы. Даже когда речь идет о подлых преступниках вроде вас. Хм. Да чего вы благородная? В моем бизнесе нужно быть готовым ко всему, понятно? Сожалею. Но для меня справедливость ничего не значит. А ну, не двигайся. У меня есть правило избавляться от своих врагов, чтобы они никогда не смогли навредить мне. Это единственный способ выжить. Брось пистолет. Тебе не убить, та женщина, это блеф. Может, и блеф. Хочешь проверить? Зоро действительно был тяжело ранен в бою с тем человеком. Но глаза Зоро видят всё. Тебе никуда не скрыться от них. Они что, отдадут нас на расторжание толпы? Заткнись. Я не позволю какому-то мятежнику уничтожить себя. Что это? Я не знаю. Бежим. Бежим отсюда. Скорее. Меня подождите. Подождите меня. Нет, вернитесь. А-а-а! 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 Зоро! Мы сами позаботимся о капитале, как я и обещал. Прощай, Зоро. Южно-Индийская торговая компания больше ногой не ступит в эту страну. Ты принёс нам слишком много неприятностей. Слишком много. Прощай. Прощай. Прощай, Зоро. Прощай. Мне начинает это нравиться. Капитал увезли в Испанию. У них есть все доказательства, которые они искали. У нас осталось мало времени. Мне нужно принять меры. Все меры? Единственное, что нам останется, это убить генерал-губернатора. Капиталер-губернатор. Хэ-сэ-сэ-сэ-сэ- alternatives.